Добрый день дорогие севастопольцы, добрый день Сергей Анатольевич Бен-Али, добрый день Сергей Анатольевич Мечаев. Здравствуйте. Традиционно в серии передачи о чем говорят у Бен-Али поднимаем вопросы, которые волнуют наших граждан, комментируем, размышляем и анализируем. И что еще хочу добавить, сегодня наше общественное движение за наш город Герой Севастополь набирает все больше и больше оборотов и все больше к нам обращаются люди за помощью и сегодня мы уже можем с гордостью сказать, что сегодня мы являемся политической силой в городе Севастополь. Вы нас так и кидаете, вот так, чтобы обыски не прошли. Ну конечно, и еще движение растет, а мы втроем сидим на торце стола и тремся на горе. Ну, все с чего-то начинают. Например, Ленин с шалаша начинал, ничего страшного. Так он и бревна носил. Ну это позже он бревна начал носить. А сначала он по тюрмам, посылкам, потом шалаш был, а потом уже на броневике. Мы уже старые с вами, по перерывам посылки. Ну, кто-то же поднимет наше знамя и понесет его. Я так думаю. Правильно? С этого места пусто не бывает. Перерыва была в Швейцарии, Европе. Да. А мы там не были в Швейцарии. Мы там не были. И в Финляндии даже. Да. Ну, мне нравится, что мы шутим. Вот еще. Вот. Потому что о городе накопилось вопросов по тем количеству звонков, которые мне звонят, и что люди говорят, и о чем они просят. В общем-то, ну, не до юмора, будем так говорить. И вот сегодня очень важный вопрос, который поднимают севастопольцы, потому что они, вы знаете о том, что многие семьи могут остаться без содержания, без доходов и фактически могут быть на улице. Это речь пойдет о 13-м судоремонтном заводе в городе Севастополе, который требует признать банкротом. Завод, кстати, числится за Министерством обороны Российской Федерации. Эта информация размещена, опять, реклама аккауту Форпосту на Форпосте, где Форпост разместил и об этом рассказал. И это очень важно, я считаю, потому что действительно многие люди могут потерять работу. И второе, на фоне того, что у нас сейчас идет специальная военная операция, да, и у нас фактически вся промышленность переходит на военные рельсы, можно так сказать, и нуждается в ремонте, в том числе и судов, и создании новых каких-то судов, там, и прочее. И здесь вот стоит остро почему-то вопрос, именно в это трудное время, стоит вопрос именно о том, чтобы обанкротить судоремонтный завод. Что по этому поводу думаете и с кого начнем? Ну, давайте. Давайте с вас, Сергей Анатольевич. Я, конечно, не знаю про 13-й завод, что там. Где находится, не знаю. Ну, вообще не знаю, что такое. Про не могу рассуждать, там сидеть. Просто я читал эту новость в соцсетях. Как восприняли ее? Я комментарии читаю после обычной новости. Ну, я тоже читаю комментарии, там люди очень толково пишут. И основной вопрос там в этих комментариях это кто? Кто это подал в суд? Саботаж? Нет, кто это подал в суд? Ну, да. Человек, который подал в суд на банкротство. Даже не знаю, кто это. Ну, то есть я так понимаю, что это, не знаю. Откуда идет, так сказать, позыв. Да, да, да. Кто заказчик этих вещей. Про заводы мы говорили часто. Про экономику. Города. Что надо возрождать. Что заводы нужны. Это рабочие места, это налоги, это бюджет и все такое прочее. Значит, поэтому, конечно, сразу идет отрицание того, что зачем завод. Понятно, что когда банкротит завод, потом по дешевке это все продают, потом перепродают. А вы знаете, какая стопопродажа? Ну, вы только что говорите, там 15 миллионов. Как считаете, что такой крупный завод за 15 миллионов, это не дикость вообще продавать? Ну, хорошая трехкомнатная квартира. 15 миллионов она стоит. Севастополь. Я вот сейчас закончу передачу, пойду, продам свою квартиру, куплю этот завод. Вот, поменяй. Конечно. Здесь речь идет о чем? Что производство, любое производство, это всегда перспектива. Я не знаю, конечно, говорю. Это подтупление в бюджет, рабочие места. Самое главное, это рабочие места. То есть, это возможность людям жить. Возможность уверенность в завтрашнем дне. Это для людей очень важно. Куда людей денутся? Я не знаю, сколько там людей работает, конечно. Ну, я думаю, что тысяч на 10, наверное, да? Да нет, у нас вообще таких нету. Заводов в советское время. Есть им тысяч наруженики в советское время, да? В советское время такие. Сейчас уже нет, конечно. Сейчас таких заводов не бывает, мне кажется, вообще. Поэтому очень прискорбная весть, когда такие вещи начинают всплывать, всегда думаешь о мошенничестве, о каких-то там закулисных играх, о каких-то там схемах черных, которые в чьих-то интересах просто отжимают очередную территорию. Мысль только такая приходит. Спасибо, Сергей Анатольевич. Сергей Анатольевич, Вам слово. Ну, с этим заводом меня связывает детство. И сегодняшний день, потому что этот завод под моим, скажем, боком, под моим боком Путина, первом этажировом. Более того, у меня там царство ему небесное, мой дедушка работал. И я был на этом заводе не один раз. Он ходил к нему туда, он меня проводил. Я помню, даже, знаете, на часы такие эти были, маятнички, на пружинках вот эти, да, маятнички, крючки вот эти вот часовые, да. Потом я в школе учился, мы туда ходили. Но смысл в чем? Что я могу сказать? Я так думаю, что это не первый и не последний военный завод, который подводят под банкротство. То, что это делается целенаправленно, у меня никаких сомнений нет. Я даже не буду говорить любимое слово полицейских, полиция, предполагаем, да, как они там, предполагают. Я уверен, что это делается целенаправленно. Более того, некий Найденов, я читал в СМИ, там, некий Найденов, Игорь, по-моему, какое-то даже отчество, его там указывается, подал на банкротство. Есть на банкротство завода, да. Уставной фонд завода почти 16 миллионов, там 15 600 или с копейками, да, я не помню, миллионов. Но там территория какая есть. Огромная. Ну, а не то, что огромная. Территория там хорошая, там и лес, можно сказать, зеленая зона, да, и цеха, и бухта сама. Ну, это связано, скорее всего, наверное, барыжничий интерес какого-то финансовой группировки. ОПС, как сегодня говорят, организованное преступное сообщество. Судя поименее. Олигархов, да, предприниматели, яхтиную марину, себя забаваться. Значит, я считаю, что министерство, мне непонятно, молчание, знаете, молчание ягня, в кино есть такое, да, молчание ягня, да, министерство обороны. То есть, обочтение, что кто-то из представителей министерства обороны тоже участвует в этом мероприятии. Может быть, даже и за этим найденным кто-то стоит из военных высокого уровня. Крутяков. Вот, далее, что, ну, оно неприятно, конечно. Оно противно, мерзко противно, то, что происходит. Я вам больше скажу, завод был построен сразу после освобождения Севастополя в 45-м году. Был запущен. А у него территория, если в сторону Анкермана, по правой стороне еще идти, за это, 13-й зол, там же еще плавдок 31-й. Вот, поэтому там территория хорошая. Что я еще хочу сказать, вот вы говорили за комментарии, да, я процитирую комментарий, который, я его специально вот выписал даже. Там, я не помню автора этого комментария, но я его зачитаю все-таки. Я думаю, на меня автор не обидится. Что это такая у нас мобилизационная экономика в стране. 13-й завод, я думаю, не последний и скорее не первый, не первый, не последний работающий на нужды Министерства обороны, которые собрались в Бумклоте. Сложно себе представить, как в 1941 году стали бы в Бумклоте Челябинский тракторный завод или Кировский в Ленинграде. А еще бы Казанский авиационный гоняли бы по кругу на получение лицензии. Без нее выпуск запрещен по выпуску оборудования, которое, кстати, выпускалось в Германии. А наши скопировали, а сейчас, вот, запросто, ну, скопировали в Советском Союзе, да. Вы знаете, я считаю, что этот комментарий, он попал в точку. Ну, значит, грамоты человек написал. Лично мое мнение, я считаю, что это провокация, измена и подрыв национальной безопасности России. И за это вообще нужно, знаете, как я говорю, наказание применительно к военному времени. Спасибо. Ну, я хочу сказать тоже, как бы, соглашаюсь с вашим мнением и хочу добавить, значит, получается, недавно мы знаем скандал по поводу дельфинов, которых выпустили на свободу, да, и поднялась шумиха огромная, да, а здесь, получается, люди скоро пойдут на свободу и останутся безработные в случае банкротства этого завода, то здесь, значит, будет все тихо, чинно и благородно, тишина и прочее. Павел Евгеньевич, вы, наверное, хотели сказать, что сранивая дельфинов с людьми... Ну, конечно. Выбросили в море, но вопрос в том, что за дельфинов заступился губернатор Севастополя, который там поднял шум и хайф, и телевидение, и Следственный комитет. А здесь тишина, как будто ни в чем не бывала. Как будто так и надо. И также я хочу добавить... Это вы аналогию проводите, да? И также хочу добавить, что за последнее время я слышу, что Севастопольский морской порт тоже там за 84, по-моему, миллиона хотят продать, потому что тоже там банкротство. Потом я слышу про троллейбусное управление тоже, все в троллейбус, там что-то тоже начинается, какие-то эти самые... Так что получается, что продадим все, значит, получается в части... Это троллейбусное управление, это не Министерство обороны. Это понятно, но все равно я просто говорю в общей черте, говорю о тенденциях, которые сегодня назревают в нашем городе. То есть все продать, всех обанкротить, всех пустить на свободу. Так получается. Кто за этим стоит и с какой целью это все происходит? Так мы и так это предполагаем, мы можем без предположения это рассчитать. Я просто думаю, что после... Что сделать в этой ситуации? Да, тоже понятно, что сделать, только нам никто не даст это сделать. Но мы же народ, мы же по конституции, статья 3. Мы не имеем с вами возможности и полномочия. Ничего у нас нету, да? То есть мы можем только общаться? Нет, у нас есть мозги, работоспособность, умение работать, умение переживать, сопереживать, умение думать, ценить, умение мыслить на интересах государства и народа. Это то, что у меня давно сегодня чиновникам. Ну да. Ну это все, конечно, очень грустно. Я думаю, что завод надо сохранить. И, я не знаю, кто-то может быть заступится за этот завод. Да, ну хватит уже кто-нибудь заступиться. Ну что, давайте мы сейчас еще на колени встанем, мы будем всех желать. Попросим, скажем, заступитесь за завод. Ну это без меня, все можно, просите без меня. Ну будем без вас просить, а что делать? Надо же что-то делать лучше. На колени встаньте еще там. Ну давайте сядем, будем плакать и говорить, а, как все плохо. Ну давайте просить, унижаться. А может быть наоборот, лучше может такой вариант. Эти кровопийцы все продадут, сами все это купят. И еще раз обонкрутится? Может так, по такому вционале лучше будет? Мы, наверное, за копейки выкупим потом, или отберем? Выкупать никто не будет. Мы сейчас берем потом. Выкупать. Это не пусть потом бегают, кому деньги дадут. Это наша, земля, города, это наша, наша. Почему тут министерство обороны, если так развор идет? Если министерство обороны не требуется, и не нужен этот завод, и земля, да? И не нужна, и не допускает этого. То первое право брачной ночи, извините, что я за это говорю, имеет право кто? Кто? Собственник, город. Ну правильно. На это земля, это наша земля, на нашей территории. Тем более за такие деньги. Завод пусть продают, пусть кто-то купит этот завод, забирает там весь кирпич, весь металл, и валят чертовой матери. А территория она наша, земля не продается. Тем более море. Хватит уже вот это вот рассуждать, как вы его говорите. Примерно так вот, севастопольцы. А вы что думаете по этому? Они напишут нам в комментариях, сидят три балбеса, или три богатыря. Разве три? Там что-то умничают. Ну пускай напишут, но во всяком случае я хочу сказать, мы хоть что-то делаем, мы хоть что-то говорим. Вы оправдываетесь. А я хочу сказать о том, что безликие пишут комментарии, и нас с вами там еще... Это, кстати, отдельная тема, я хочу такой вопрос тоже поднять. Знаете этот, мы фильм смотрели? Какой? Мы, конечно, смотрели. Тигр, Шархан, да? Кто там вокруг него бегал? Ну, ребята бегали. Табаки, бегали. Да, он один там бегал, табаки. И вот эти вот табаки в комментариях им пишут. А? Шакал. Шакал, да. Пишут, вы видели, да, ни фотографии, ничего нет. И там пишут. Серая масса? Да, и Вася Пупкин или там. Ну, это ж традиционно, это ж за 20 тысяч. Да, юмниче, юмниче, таки все. И геморгия Россия и Роснажаев не должны занимать какие-то посты в городе вообще. Где-то поднять. Я там можно на путь? И все, вот это путь. Должен быть контролируем. Да, больше, чем в Севастополе, видимо. То есть у нас уменьшили, мы все делаем для Севастопольцев, никто ж не спорит.